Ксения Анатольевна, ваши 4 минуты 40 секунд. Ксения Анатольевна, ваши 4 минуты 40 секунд. Ксения Анатольевна, ваши 4 минуты 40 секунд. Нет, он воевал на территории Украины в войне, которую Россия не признает. В Сирии уже за то время, пока я твержу вам про то, что эту войну надо остановить, что она бессмысленна, что мы защищаем в этой войне диктатора, который унижает и оскорбляет свой народ. Уже за это время упал еще один самолет, там уже погибли люди, 50 человек российских граждан погибло там по официальной только статистике. Это официальные цифры, мы даже не говорим еще про ЧВК. 6 вертолетов, 5 самолетов, 14 единиц техники. Там уже упало, сломалось, и мы потеряли людей и боетехнику. Я хочу, чтобы Россия стала цивилизованной страной. Я хочу, чтобы мы отстаивали наши российские интересы. Они отличаются от интересов Америки. И они отличаются от интересов Европы. Но для того, чтобы мы могли их отстаивать, мы должны быть сильной экономической страной. Страна, которая занимает 2% мировой экономики, не может, к сожалению, на равных разговаривать ни с США, ни с Европой. Это факт. Мы должны стать сильнейшей экономикой мира. И тогда мы сможем диктовать свои условия, как диктует сейчас их Китай. Никого не слушая, ни с кем не вступая в переговоры. Но мы сейчас являемся теми, кто агрессивно ведет свою международную политику, в итоге находясь в изоляции. И единственные наши друзья сейчас, это Северная Корея, это Афганистан, это вот эти страны теперь наши лучшие друзья. Я хочу, чтобы мы вместе решали проблему мирового терроризма и прочих настоящих, а не мнимых угроз вместе с США, вместе с Европой. Чтобы Великобритания не объявляла нам ультиматум и не говорила, что перестанет выдавать визы российским гражданам и вышлет наших дипломатов. Это стыд и позор, что сегодня мы находимся вот в таких вот отношениях, и мы все глубже и глубже уходим в этот кризис. Уже не первый раз мы находимся в центрах международного скандала. Мы постоянно являемся теми, кто нарушает международные договоренности. Давайте вернемся к политике мира. Давайте вернемся за стол переговоров. Давайте выстраивать сильную экономику в стране, потому что мы не можем быть конкурентоспособными с такой слабой и неэффективной экономикой внутри страны. 2% от общей экономики. И США, и Китай, которые занимают первое и второе место в мире по экономике. О чем же мы тогда вообще говорим? Давайте мы начнем строить сильную страну. Я, конечно же, хочу сильную Россию. Но Россию сильную не словами, а делами. Россию сильную своей экономикой. Без армии, без солдат, без всего. Своим уровнем жизни. Своей социальной политикой. Своей культурой. Но вместо этого мы разгоняем гонку вооружений. Мы разгоняем то, от чего уже в свое время погиб Советский Союз. Мы вступаем в эту гонку вооружений. Мы ее подгоняем. Мы показываем эти летающие боеголовки. Мы ведем две гибридных лживых войны, которые мы должны остановить. Кандидат Ксения Собчак против войны. Кандидат Ксения Собчак это кандидат мира. Это кандидат против русской войны. Друзья, почему единственная женщина, которому вы вообще не даете говорить, это я? Почему вы бесконечно меня перебиваете? Вас никто не перебивал, Владимир Вольфович. Ни одного слова никто не сказал. Вы все четыре минуты просторите. Вы помолчите, Соловьев. Вы четыре минуты просто стыдно останавливаете. Создаете звуковое окно, чтобы меня не было слышно. Вы бесконечно говорите. Умейте уважать других людей. А вот теперь я могу перебить, Владимир Вольфович. Потому что иначе четыре минуты сорок секунд Максима Александровича Сурайкина не начнутся. Единственное, простите, хотелось бы отметить. Я ни разу вас не перебиваю. Хотя вы говорили обо мне. Во главе колонны пацифистов выступаете. Я за мир. Максим, что-то вы хотите сказать. Четыре минуты сорок секунд Максима Александровича Сурайкина начинаются. Я считаю, что у меня не будет. Субтитры сделал DimaTorzok